по по иудейскому еврейскому календарю то есть всегда можно найти всегда можно найти повод для праздника как говорил царь соломон что то влев тот у кого хорошо на сердце миштетами у него всегда пир значит всегда можно найти повод для праздника правильно хорошо значит мы продолжаем изучать надеюсь что сейчас уже видите кто знает подключились кто не знает про перевод часов значит подключиться или посмотреть сегодня в записи но все вот это вот уже 10 00 по израилю на ближайшие месяцы я не слежу когда решают переводить часы но в общем и так и мы продолжаем изучать как увеличивать радости нам осталось еще несколько я думаю до 30 урока мы найдем закончим эту книжку закончим эту книжку и изучим вот сейчас мы уже это девятый способ как увеличивать радости который предлагает автор и становится понятно теперь лично мне да вот из этого способа к насколько важно то что мы делаем сейчас мы знаем очень и очень важная сегодня информация да и так давайте коротко сейчас повторим все способы которые мы выучили первое для того чтобы увеличивать в радости самое важное это что принять решение увеличивать в радости понять что это работа что все хорошее в этом мире дается через усилия через труд и радость это очень важная хорошая вещь поэтому нужно для себя сделать вот такое прям убеждение и в любой ситуации где вы осознаете себя нужно чуть-чуть увеличить в радость и когда вы привыкнете это делать в итоге маленькие маленькие усилия капелька за капелькой капелька за капелькой приведут вас вода которая капает на камень делает дырку в камне и вы через какое-то время я тоже вместе с вами мы научимся быть все время радостными потому что создастся такая привычка вот как я при сюда каждый день например начал с одного раза и привык приседать и все уже каждый день приседаем значит уже как бы это стало частью моей натуры да и очень этому рад кстати вам скажу очень этому рад также увеличивать а видите и наверное уже радость стала частью моей натуры потому что я радуюсь такой простой вещи, как приседание, значит, вот уже работает система. Понятно, да? Первый, значит, инструмент, как увеличивать радость, это принять решение в любой ситуации, когда вы вспоминаете себя, на чуть-чуть, на один процентник увеличивать радость. Второй инструмент, который мы выучили, да, второй инструмент, это уже идет, а как увеличивать радость. Второй инструмент, шутки-прибаутки. Шутки-прибаутки, значит, можно вспомнить шутку, можно найти шутку, можно каким-то образом вот именно найти что-то смешное. Третье. Третье у нас было, что это через тело включиться, да, как бы сыграть роль радостного, веселого человека, потому что через внешнее приходит внутреннее. Четвертое. Четвертый способ очень быстро включиться в радость, это музыка. Музыка, танцы, то есть опять же включить свое тело, включить какую-то музыку веселую, потанцевать и оп, значит тело сразу же, есть такие даже целые системы на этом построены фитнеса, зумба есть такая система, они собираются, включают латиноамериканскую музыку и танцуют. Но можно и не собираться, можно самому себе, включил музыку, потанцевал и пошел дальше. Пятое. Пятое это капсулы радости. Альбом радости, берете альбом, собираете в альбом свои какие-то моменты, когда вы были сильно радостны, и этот альбом пересматриваете, когда хотите увеличить свою радость, очень помогает. Шестое. У нас было шестое, значит, это кто богатый, радостный своему уделу, то есть нужно записывать, записывать прям за что вы благодарны, то, что у вас есть, и радоваться, пересматривать, и радоваться, думать, вот классно, и книжечка у меня есть, и телефончик у меня есть, и компьютер есть, и, слава богу, 50 лет уже прожил на этом свете, да, то есть все, что у вас есть, вот это вот, на этом надо сосредотачиваться и радоваться своему уделу, радоваться того, что есть. Большинство людей проводят свою жизнь в огорчениях, все время, о чем мне не хватает. Понятное дело, что можно, как бы, о чем мне не хватает, мне не хватает, и идет список у человека, чего ему не хватает. Как следствие, эмоция у него какая? Не хватает, это же не очень приятно, когда тебе не хватает. Не додали, вообще еще хуже, да, вау, там, а еще если посмотреть, кому-то больше дали, вообще капец. Теперь, или ты смотришь на то, что у тебя есть, это у нас был какой способ? Шестой. Седьмой способ, это находить себе искры радости, искры такие радости, их раздувать кислородом, да, то есть, прямо посмотреть в себе, что вам в себе нравится, найти в себе вот эти вот сильные качества свои, найти себе, есть такие даже психологии системы, походить в зеркало, давать себе пятерочку, так и говорить, ты красавчик, там, молодец, все, и это раздувать, вот эти искры радости, для того, чтобы усиливаться в ней. Это у нас было седьмое. Восьмое называется хорошие мысли. Значит, у человека в голове все время крутятся какие-то мысли, и они крутятся мысли на автомате, то есть, человек не понимает, вот всплыла мысль, всплыла мысль. Мы знаем уже, что природа человека ведет его к негативу, то есть, если ты на расслаблении просто вот мысли сами по себе, это называется дефолт режим, они сами ходят, они это значит ищут опасность. Поэтому, если ты на вот просто отпустил свою голову, то буквально через минуту-две ты найдешь себя в размышлении над какой-то проблемой существующей или потенциальной, да, то есть, можно же найти потенциальных много проблем. Хорошо, значит, поэтому, когда ты это осознал, нужно поменять это на хорошие мысли. То есть, хорошие, добрые мысли, они очень легко приходят, потому что не может быть две мысли одновременно. То есть, мысль всегда бывает одна в голове. Если у тебя есть мысль, которую ты себя осознал негативная, то ее очень легко поменять на позитивную. Слова Торы, молитва, опять же, та же шутка, опять же, какую-то цель свою вспомнить, опять же, себя за что-то похвалить, опять же, сказать самое простое спасибо Всевышнему за то, что есть глаза, за то, что есть очки. И вот глаза есть, а очков бы не было, уже бы плохо видел. А так и глаза есть, и очки есть. Вообще идеально. Вот. И, значит, когда ты думаешь, что у тебя есть, ты не можешь одновременно думать, чего у тебя нет. Понятно, да, как работает? Очень просто. И сегодня мы пришли к девятому инструменту радости. И сегодня девятый инструмент радости называется, наверите, он Лидабер Асимха. Говорить про радость. Ну, слушайте, а зачем говорить про радость? И он объясняет нам такую вещь, автор этой книги, что, значит, его учитель Рабин Ахмат, он объясняет вещь, как он пишет, Мадгим. Мадгим это, ну, вызывающее удивление. Значит, Рабин Ахмат почти там, почти 300 лет назад, он говорил, что путь от Шаадерах бен Асехль лелев, что путь от интеллекта в сердце, проходит через род человека. Значит, для того, чтобы перевести что-то в сердце, недостаточно об этом думать, что сердце не принимает это. И он это объясняет, значит, он объясняет это из отрывков в псалмах, что род мой будет говорить, проговаривать мудрости, и сердце будет, как бы, работать над тем, чтобы закрепить понимание. Значит, как это работает, давайте я вам объясню. Царь Соломон в притчах, он объяснил так, что слова Торы нужно, А в другом месте он говорит, А в другом месте он говорит, напиши их на скрижалях своего сердца, и завяжи их на пальцы свои. Да, он говорит. Значит, первое завяжи на горло, второе завяжи на пальце. И самое начало это, запиши их на скрижалях сердца. Давайте разберемся, что такое сердце. Значит, у человека есть внутри, значит, есть целая система запрограммированных уже нейронных связей. Вот рождается ребеночек маленький, да, и у него начинается формироваться, его мозг, он постоянно формируется, и он растет, соединяется, соединяется в нейронной связи. Каждое выученное слово, это какой-то маленький контур. Каждая эмоциональная реакция, это какой-то новый контур. И вот человек состоит из множества, прямо во всем теле у него, все вот эти вот эмоциональные реакции, понимание, осознание, это же все конкретные нейронные связи нейронов. 100 миллиардов нейронов срастаются между собой в разных комбинациях. У кого вот так срастается, когда психолог, мы ходили к одному психологу, и она говорит, вот у многих людей вот так вот оно срастается. Не вот так нормально срастается, а вот так. То есть, его, например, воспитывали, что много смеешься, будешь много плакать, какие-то вот такие. Много хочешь, мало получишь. Какие-то вот ему все время давали противоречивые сигналы ребенку, хочется, перехочется. Вот так вот его запутали в детстве, и потом он попадает во взрослую жизнь и вообще не понимает. Там, если он кого-то любит, он на него кричит. Если он там хочет, я не знаю, доказать свою правоту, то он прямо бьет, например. Ну, то есть, у каждого Абрама своя программа, как говорят в Израиле. У каждого додика своя методика. И получается, что люди, это как роботы запрограммированы. И где все эти программы? Мудрецы называли все, что у человека запрограммировано, это называлось сердце. Не сердце, которое кровь качает, как мы придумали, понимаем, слово сердце. А у них было, вот, например, царь Соломон говорил такую фразу, работ махшивот блеф иш, много мыслей в сердце человека. Ваца Ташем и такум. Значит, но решение Всевышнего, оно смудится. Или он говорил так, например, леадам арахот лев, значит, для человека пути его сердца, они принадлежат человеку, то, что у него внутри. У миа шем, а анэ ла шон. Но от Бога то, что уже ответит, ответит вслух. То есть, внешний мир, он не под контролем человека, под контролем человека его внутренний мир, свобода выбора. И вот этот внутренний мир, на языке мудрецов, называется сердце. Теперь, мы лучше поймем тогда фразу, что путь в сердце, то есть, чтобы что-то запрограммировать. Не так. Он говорил так. Путь между интеллектом и сердцем проходит через род. Значит, вот у человека появляется какая-то мысль. Вот я вам сейчас какую-то мысль сказал, да? Фразу такую, что много замыслов в сердце человека, а замысел Всевышнего, он исполнится. Вы это услышали, и даже вы можете посидеть, подумать над этой фразой, да? Да, много замыслов в сердце человека, но замысел Всевышнего, он исполнится. То есть, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Ну, другими словами, объяснение того, что сказал царь Соломон. Если человек будет думать эту фразу, он думает ее, думает, 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 потом, опа, я же уже следующую фразу сказал, следующую, 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 и та фраза, которая вы думали ее, она улетела куда-то. Теперь, как сделать так, чтобы фразы оставались в сердце? Значит, и тут нам царь Соломон дает нам, Рабин Ахман нам объяснил, что путь в сердце запрограммировать лежит через рот. Царь Соломон говорил, что есть три способа. Первый способ, это написать на луах лебеха, записать на скрижалях сердца. Значит, как записать на скрижалях сердца? Закрыть глаза и увидеть, как вы эту фразу пишете. Это сразу дает запоминание, моментально. То есть, если вы какую-то фразу по-настоящему хотите запомнить, закрываете глаза, представляете, как школьная доска, например, да, и вы записываете эту фразу, прям видите, как она возникает буквами. И когда вы эту фразу увидели так, то вы как будто бы ее записали внутри на скрижалях своего сердца, на досках своего сердца. Кашрем Аль-Гар-Гар-Атеха завяжи на горло свое, это то, что говорит, что путь между интеллектом, между мыслью и записать на сердце, лежит через рот, через произнесение вслух. Это то, что он дальше объясняет, что, значит, нужно проговаривать слова для того, чтобы их перевести из мыслей в сердце, то есть, запомнить их, записать их на подсознание, что путь этот лежит через то, чтобы проговаривать. И он возвращается, мы же изучаем, как увеличить радость, нужно говорить о радости. Если я понимаю, насколько радость важна мне в жизни, я начну говорить на эту тему, в первую очередь, с собой, эмоцми, потом со своими друзьями, значит, со своей парой, со своей, да, если есть, значит, и сам факт, что я говорю на эту тему, он даст силу и усилит это. Значит, у меня есть система, называется, сверхобучение, 4П, я когда-то ее для себя, как бы, сформулировал, и во всех моих программах я ее преподаю, это самая мощная система. Значит, когда ты что-то изучаешь, ты подчеркиваешь те мысли, которые хотел бы запомнить, или записываешь конспект, если ты кого-то слушаешь, или в книге подчеркиваешь, как я подчеркиваю, видите, я подчеркиваю все вот эти вот мысли, которые мне понравились, или же в электронном виде ты выделяешь и в заметочку себе Ctrl-C, Ctrl-V, копипаст делаешь, скопировать и разместить. Все, выделил те мысли, которые хочешь запомнить. Потом нужно еще раз это прочитать, но ты это пока не запомнил, ты просто еще раз как бы в них, в них, и нужно их сформулировать своими словами в том формате, в котором ты хочешь их записать на свое сердце. Можно прямо так, как ты их нашел, можно чуть-чуть их для себя видоизменить, поэтому в моей системе сверхобучения 4П, первое П, что я понял? Нужно задать себе вопрос, что я понял из этого обучения? И или своими словами выделить три главных мысли, или же их просто можно выучить наизусть, если ты учишь, просто хочешь запомнить их дословно. После этого, второе П, что я планирую сделать? Помните, царь Соломон говорил, что запиши их на скрижалях своего сердца и завяжи, в одном случае он говорил, на горло свое, то есть говорить, а в другом случае он говорил, завяжи на пальцы свои, то есть сделай. Я иду в этой системе по второму его совету, и, значит, второе П в системе 4П, это что я планирую сделать. Вот, например, мы сейчас выучили, что надо говорить про радость. И мы выучили, что я понял, что если я хочу что-то перевести просто из интеллекта, осознания, записать на сердце, на подсознание, мне нужно это проговаривать вслух. Значит, поняли? Поняли. Запомнили? Пока нет. Что я планирую сделать? Я то, что сегодня понял, расскажу трем людям. Это первый мой план. Второе. Я, значит, буду проговаривать сегодня еще там я не знаю, десять раз я проговорю сегодня значит то, что я для себя хочу запомнить вслух. Понятно. И третье, например, я сегодня скажу там проговорю те именно тут важно сделать сегодня. Потому что если ты даешь себе задание надолго, оно не работает. То есть для того, чтобы что-то запомнить, нужно сделать сегодня или сразу. Я прямо сразу сейчас проговорю пасук отрывок. Вот я сегодня повторял 31 глава притчей и там есть такой отрывок, что ну шехар ле ну шехар ле о вет в яйн ле марей нефеш. О, я прямо сейчас проговорил тот отрывок, который хочу запомнить. Значит, дайте крепкий алкоголь тому, кто потерялся и вино тем, кому грустно. Говорил царь Соломон, что только в этих двух случаях он советовал пить вино и пить крепкие алкогольные напитки. Если человек потерялся в своих мыслях, запутался, ему надо снести алкоголем всю эту путаницу, то есть алкоголь, он разрушает нейронные связи и делает как бы замыкание. Если человек запутался в своих мыслях, чтобы распутаться, выпиваешь стакан алкоголя и у тебя сразу здесь сносит как бы знаете как есть насильно перезагрузить компьютер. Вот стакан алкоголя это как ты насильно свой мозг перезагружаешь. А вино надо выпить, если тебе грустно. Но если тебе не грустно и у тебя с мыслями все в порядке, не надо не пить ни вино, ни крепкий алкогольный напиток. О, значит мы сейчас что сделали? Я лично что сделал? Я вам показываю как пример. То, что я хочу запомнить, я вслух еще раз повторил. Все. Теперь третье. Третье у меня в этой системе 4П, с кем поделюсь? Первое, что я понял? Второе, что планирую сделать? Третье, с кем поделюсь? И нужно себе запланировать трех человек, кому я вслух расскажу, что я выучил. Теперь, здесь он пишет так, да, здесь он пишет так, что можно рассказать кому? Можно рассказать себе даже, но вслух, обязательно вслух. Когда ты проговариваешь вслух, то ты запоминаешь. Когда ты не вслух проговариваешь, а про себя, не запоминаешь. И четвертое у меня повторить. повторение мать-учения, которое нас учит, тот, кто учит и не повторяет, похоже на того, кто сеет и не собирает урожай. То есть, просто что-то выучить и не повторить, это значит потерять время. Потому что, если ты вот эти потом свои записи повторяешь, то тогда ты действительно запоминаешь, и твое подсознание наполняется новыми глубокими знаниями, которые потом всплывают у тебя в голове. То есть, в голове у человека всплывает только то, что когда-то он туда погрузил. Я вот не начну сейчас вдруг на корейском языке значит, урок проводить. Почему? Потому что я у меня никогда не учил корейский. Но у меня может всплыть, например, мысль любая, которую мне в детстве повторяли. У меня часто всплывают, например, вообще вдруг ни с того ни с сего шансон, который я слушал в спорт-интернате, да, вообще вдруг вот ни с того ни с сего там рассвели каштаны в теве весной и прическа рассвела моя на воле, да. Зачем мне эта песня? Но я уже не могу ее выгрузить, потому что мы в спорт-интернате ее часто пели, и поэтому она у меня вслух я ее проговаривал, и теперь она у меня всплывает. Но я не хочу, чтобы она всплывала. Значит, какой у меня выход? У меня выход проговаривает вслух притчи царя Соломона, и у меня есть надежда, что вместо рассвели каштаны всплывет какая-то другая притча царя Соломона, потому что от рассвели каштаны жизнь, она не улучшается вообще. Понятно, да? Вот мы сегодня выучили очень хороший совет, значит, говорить про радость. То есть, если радость для вас важна, и вы хотите, чтобы то, что связано с радостью, оно вошло к вам в подсознание, возьмите свои записи, повторяйте, говорите про радость, объясняйте другим, как важно радоваться, как важно прожить жизнь в радости, как важно быть благодарными Всевышнему, как важно быть благодарным людям, как важно смотреть на полуполный стакан, как важно для здоровья быть позитивным, потому что человек негативный, он сразу же у него выделяется кортизол, выделяется кортизол, падает иммунитет, падает иммунитет, он заболевает. Зачем кому это надо? Кому нужно это все беспокойство, да? Значит, вот просто это действительно насколько это выбор, да, выбор или видеть позитивную сторону, или видеть негативную, или видеть то, что есть, или видеть то, чего не хватает. Это чистый выбор, но от этого выбора зависит жизнь человека. Хорошо. И совет, совет вот здесь этой книжки «Улыбайся», значит, сегодня как раз выпал совет очень, казалось бы, он не соответствует тому, что мы сейчас учили, но мы сейчас их соединим. Называется «Черная дыра». Задает вопрос автор книги, он говорит, скажите, есть у вас в жизни черная дыра? А если есть, что вы с этим делаете? Игнорируете или пытаетесь что-то сделать? Значит, у каждого, если он пишет то, что называется «Черная дыра», какие-то проблемы, которые действуют на нервы, выводят из равновесия. И вот эти вот проблемы образуют ужасную черную дыру, которая делает жизнь непереносимой. то есть у человеческого мозга есть такое свойство сосредотачиваться на проблеме, и тут мы как раз попадаем в ловушку прямо противоположную. То есть из-за того, что человек свойства мозга видит больше недостатки, больше про эти недостатки думает, больше про них говорит, то у него в памяти остается больше негатива. Теперь, если у него в памяти остается больше негатива, то любая новая вещь у него поднимает как бы негативную реакцию. Теперь, как это все изменить? Он говорит, ну смотрите, но если действительно есть проблема, то что делать? И он нам предлагает заделать проблему очень способ такой понятный. Я тоже когда-то, у меня есть курс один, «Мастер счастья» называется. И там третий инструмент в «Мастере счастья» это переведи проблему в цель. То есть если у человека проблема, например, у меня там что-то болит, и вот если он говорит, у меня болит, у меня болит, у меня болит, то он как бы себя дипнотизирует, что у него болит. Но если перевести в цель, я хочу выздороветь, я хочу быть здоровым, я хочу усилить здоровье, я хочу убрать боль, я хочу… И он вместо того, чтобы погружаться все глубже в проблему, он погружается все глубже в желание, что он хочет, и в цель, как это изменить, то у него появляется шанс. Но он нам здесь советует начать с простого. Формулировать свою новую цель в виде молитвы, просьба к Всевышнему. Надо начать с того, что мы признаем, что есть проблема, а потом мы должны осознать, что Всевышний может любую из этих проблем решить. Есть решение. Нет таких проблем, которые не решаются. Поэтому, значит, Творец может решить в одно мгновение. И нужно также помнить, что Всевышний специально создал для нас эти черные дыры. Он сделал это нарочно, специально, чтобы заставить нас к нему обратиться. Когда мы искренне от всего сердца просим Творца о помощи, мы можем быть свидетелями чуда, увидеть, как эта ужасная черная дыра на наших глазах свеживается и исчезает. Вот такой вот он нам дает совет. То есть, не фокусироваться на негативе, даже когда этот негатив называется проблема, а сфокусироваться на решении. Когда ты просишь Всевышнего, я хочу, да, надо определиться, что ты хочешь. Потому что многие люди, они не знают, что они хотят. Они точно все время погружены, что они не хотят. Но спроси, а что ты хочешь вместо этого, давай что-то сделаем. Они не знают. Они хотят разговаривать о том, что плохо, вызывая у себя негативы у окружающих и тем самым, ну, никак не решая эту ситуацию. Теперь он задает дальше второй вопрос. Он говорит, есть проблемы в жизни человека, есть проблемы в жизни общины, да, то есть мы все находимся в каком-то обществе, там есть микромир, это семья, есть город, есть страна, народ, есть все человечество, да. Он говорит, и везде есть, то есть, знаете, как два встречаются, один другому говорит, что ты такой вообще встревоженный, грустный. Он говорит, да, говорит, меня Гондурас беспокоит. Он говорит, слушай, ну если беспокоит тебя Гондурас, ты его не чеши. То есть не чеши свой Гондурас, да. Значит, есть люди, которые беспокоятся за проблемы мира, за проблемы, там, я не знаю, глобальное потепление, глобальное похолодание, значит, климатические, там, ну, вообще за все, за все беспокоиться. Не надо беспокоиться, надо молиться за то, чтобы был мир, за то, чтобы Всевышний помог всем Гондурасам и всем остальным, значит, угнетенным народам, за то, чтобы все были здоровы, за то, чтобы, хотя, ну, честно, посмотрите на цифры, я вот в своем фейсбуке, я дал один из своих любимых сайтов, это World, называется World, сейчас как он называется, World Info, по-моему, этот сайт называется, Мировая информация. То есть это статистический сайт ООО, в который на всех языках, в режиме реального времени выдает всю информацию о том, что происходит в мире, статистика, в цифрах. И каждый год население мира увеличивается на 150 миллионов человек, да, то есть каждый день на 150 тысяч человек увеличивается, в год я не помню сколько. Каждый день в мире становится на 150 тысяч человек больше, чем было вчера. То есть, слава богу, мир развивается, все там развивается, цифры доказывают, что в мире все хорошо, да, мир развивается, миллиард тонн еды выбрасывается, никакого, там есть голод где-то, да, но миллиард тонн еды выбрасывается в мире, представляете? Worldometers, да, называется. Поэтому, если уже человек обеспокоит какие-то проблемы в его жизни или в жизни общества, то он должен молиться Всевышнему для того, чтобы Всевышний решил эти проблемы. Если я не могу решить, мне не надо беспокоиться. Значит, мне нужно молиться, чтобы Всевышний это решил. Если я могу решить, надо решать. Но если я не могу решить, то вместо беспокойства надо молиться с надеждой, что бог, который весь этот мир создал и держит его уже столько лет, он разберется как-то без нашего беспокойства. И тут он говорит такую вещь, он приводит из Талмуда, это трактат Баба Кама называется, 92 лист, первая часть листа, он приводит оттуда высказывание, что тот, кто молится, когда человек молится о других, то в первую очередь творец отвечает на его молитвы, что вот эта молитва о судьбе Гондураса, она очень помогает самому человеку, потому что когда он реально хочет помочь другим людям, не беспокоится, как бы, ой, что же будет, а он верит Всевышнему, говорит, Всевышний, помоги, пожалуйста, чтобы там вода появилась, там еда появилась, там люди получили то, что им нужно. В этот момент Всевышний восполняет его просьбу, даже без просьбы. То есть Всевышний отвечает на его запрос, раз он такой хороший, на тебя. Все, и настроение получается. Вот мы сегодня тоже 10.30 ровненько закончили. Отлично, молодцы. Вот надо замечать такие моменты, когда все хорошо. В 10.30 мы сегодня прям закончили урок. В 11.00 будет сейчас урок для партнеров и спонсоров Вайкрай, те люди, которые помогают нам развиваться. И, значит, партнеры Вайкрай, это те, кто участвует во всем, во всем вот этом вот огромном просветительской деятельности, которую мы делаем. У партнеров есть в этом доля. То есть когда они придут на небо уже, то им скажут, да, вы молодцы, вы столько света в них принесли. Вот, спасибо вам огромное всем партнерам. Спонсор будет отдельный урок для них. Значит, в 11.00. И все остальные смогут потом эти уроки тоже смотреть в записи. Потому что у нас все обучение, оно абсолютно бесплатное для всех. Но чтобы мы могли много его делать, нужно, чтобы у нас было больше партнеров и больше спонсоров. Все, всем удачи, успехов. И чтобы было в жизни больше радости. Говорим про радость. Фокусируемся на радости. Пропагандируем радость. И будет у нас в жизни больше радости. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Завтра в 10 утра встречаемся. Счастливо. Счастливо.